Продолжение следует... Продолжение следует... Майкл уже с нами. Большое спасибо, Майкл, за то, что вы таких прекрасных находите для нас спикеров. Сегодня мы рады вас видеть. Продолжение следует... 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 Справа внизу экрана компьютера найдите значок глобуса, кликните на него и выберите нужный язык перевода. Если вы используете мобильный телефон, то кликните в правом нижнем углу дисплея на три точки с надписью «Дополнительно». А затем в открывшемся окне нужно выбрать пункт «Перевод» и в новом окне выбрать казахский или русский язык. И не забудьте нажать на кнопку «Готово». Если возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к координаторам МАРа Жене Серегжановне Сакпановой и Майе Турдебековне Сулейменовой. Вы видите их номера телефонов в чате. Если у вас возникнут вопросы к спикеру, пишите в чат эти вопросы. Ответы вы услышите после того, как спикеры завершат свою презентацию. Мы также постараемся сохранить весь запись нашего вебинара, чтобы выложить ее в YouTube и направить ссылки для вашего просмотра. А теперь с большим удовольствием предоставляю слово нашим спикерам. Пожалуйста, вам слово. Добрый вечер. Ребекка, запустим сейчас демонстрацию экрана. Всем добрый вечер. Меня зовут Трент Миллер. Я руковожу программой «Бабблер» в общественной библиотеке города Мэдисона. Вас уже представили, нас уже представили вам. Для нас огромная честь участвовать сегодня в этом вебинаре, что нас пригласили представить вам нашу программу. Мы очень рады, что такое большое количество участников присоединилось к нашему вебинару. И я надеюсь, что в нашей презентации, в нашем вебинаре будет что-то полезное для вас, и вы сможете использовать это в работе в библиотеках в вашей стране. Итак, сегодня у нас будет пять элементов нашей презентации. Мы расскажем вам о нашей программе «Бабблер». Я расскажу вам про «Мейкерспейс» в наших библиотеках. Затем мы поговорим о работе художников в нашей библиотеке, о охвате населения, почему это важно, эта четвертая часть, и пятая часть будет «Вопросы и ответы». Наша программа находится в Соединенных Штатах. Черным кружочком обведен наш город Мэдисон. Мы на север от Чикаго находимся, где-то в двух часах езды от Чикаго. Это карта нашего города Мэдисона. Мы находимся... наш город расположен вокруг двух прекрасных озер. Мы... наша библиотека — это красная точка по центру. У нас девять разных библиотек. У нас есть основная программа в Центральной библиотеке. А также у нас есть филиалы нашей программы в остальных библиотеках. В нашем городе проживает около 50 тысяч человек. Это вот вид на наш город с озера. Я прочитаю наше видение. Видение нашей библиотеки — это место, где можно учиться, делиться и творить. Наша миссия состоит в том, чтобы предоставлять бесплатный, равноправный доступ к культурным и образовательным мероприятиям. Мы приветствуем идеи, продвигаем творчество, объединяем людей и обогащаем их жизнь. У нас очень важные ценности, которые представлены в центре этого слайда. И нам очень важно наше сообщество. Это в центре нашей миссии. Это наше сообщество. Сегодня мы с вами будем говорить о таком понятии, как «мейкерспейс». В ваших библиотеках также присутствуют данные, отделы. Вы, может быть, слышали этот термин, но не знакомы с ним. Давайте мы посмотрим на его определение. Что такое «мейкерспейс»? Также называют иногда «хакерспейс» или «фаблабы». Это такие творческие пространства. Они могут собираться, чтобы творить, изобретать, учиться в библиотеках. У них часто есть какое-то оборудование, такое как 3D-принтеры, программное обеспечение, электронное обеспечение, ремесленные разные аппараты, принадлежности, инструменты и многое другое. Я покажу вам два примера в общественных библиотеках. Это не в наших библиотеках, но мне нравятся эти примеры. Это вот в Чатануге в общественной библиотеке в Теннесси на четвертом этаже библиотеки находится. И мне нравятся их объявления. Там написано на желтой стене, вы в правильном месте. У них там и швейные машины, и принтеры, и 3D-принтеры, и различные другие инструменты, которыми могут воспользоваться люди, приходящие в это пространство. Также еще известное место называется «Здание 61» в городе Болдер, Колорадо. У них немного меньше места. У них также есть швейные машинки, лазерные каттеры. Но смотрите, какие счастливые лица людей. Самое главное – это люди. Оборудование может быть разным, но самое главное – где бы ни существовали данные пространства Мейкерспейс, главное – это существует для людей. Мы всегда думаем о людях, которые будут пользоваться этими инструментами, этими ресурсами. Главное, чтобы были люди, которые будут продвигать эти программы и пользоваться этими программами. Итак, мы сосредотачиваем свое внимание на словах, которые выделены оранжевым. И в нашей программе мы самое главное внимание уделяем тому, что творческие люди собираются вместе для того, чтобы творить, изобретать. И поэтому мы наши все программы сосредоточиваем на людях. Это такое основное введение к нашей теме и теме Мейкерспейс. А сейчас я хочу рассказать о нашей программе Баббла. С чего началась наша программа? Это началось с одного мероприятия, которое называлось «Без книг» мероприятие. Библиотека без книг. 12 лет назад мы собрали много художников вместе, творческих людей, где-то около 100 человек. Мы как раз в это время делали ремонт в нашей центральной библиотеке. Для этого мы весь книжный фонд убрали. И воспользовавшись возможностью, мы проводили мероприятия, собрав все вот эти вот держатели для книг. И мы позволили нашим творческим людям использовать эти книжные держатели. Мы от них собирались избавиться. Но мы позволили нашим художникам придумать, как использовать эти книжные держатели для такой художественной инсталляции. Значит, это мы отдавали на переработку, эти металлические держатели. Но до переработки наши художники сделали подобные инсталляции. Итак, это мероприятие проводилось один день. Те три этажа библиотеки были освобождены от книжных фондов. Это было до существования инстаграма. Один день. Три этажа мы использовали. Сто художников. 241 твит был по этому событию. Больше пяти тысяч человек посетили это мероприятие. И мы смогли собрать за счет этого мероприятия около 28 тысяч долларов для разработки нашей программы. На самом мероприятии и в таких карточках люди отвечали на наш вопрос и лепили на стену. И мы задавали такой вопрос, что вы хотите видеть в новой библиотеке? Старая библиотека была преобразована, был ремонт. И что мы услышали от наших посетителей? Что вы хотите видеть в новой библиотеке? И все посетители этого события сказали, этого мероприятия, что мы хотим, чтобы в библиотеке было такое место, с такой же атмосферой, как существовало во время этого мероприятия, где без книг, но место для творчества. Итак, мы встречались с различными профессионалами из нашего города в течение целого года для того, чтобы узнать, что уже существует и что нужно нашему сообществу. Мы три вещи узнали, что наши посетители желают больше доступа к искусству. Мы также поняли, что библиотека – это такая демократическая платформа, которая должна достигать большую аудиторию, не только литературой, но и искусством, а также художники, творческие люди в сообществе желают иметь возможность делиться своими навыками с населением. Мы также узнали, что наше сообщество, было очень много творческих людей, но не было инфраструктуры и не было связей с населением. Мы могли стать тем хабом, тем посредником, которое бы позволило художникам организовать свои мероприятия для населения. Итак, с чего мы начали? Во-первых, почти 30 тысяч долларов мы собрали во время нашего однодневного мероприятия, а еще 2 тысячи долларов мы собрали пожертвованных игрушек, новых игрушек. Мы такую ярмарку провели. И также у нас были возможности подать на национальные гранты, на городские гранты мы подали. И сейчас, 12 лет спустя, у нас есть грантовые средства для того, чтобы... Итак, когда наша библиотека вновь открылась спустя 2 года, и мы, смотрите, на одной из стен мы инсталляцию сохранили. Это наши держатели книг из старой библиотеки. Очень интересная инсталляция получилась. Мы запланировали заранее, что в новой библиотеке у нас будет медиа-комната. Тут будут различные камеры, экраны, компьютеры, свет. И у нас были деньги для этого выделены. Но, к сожалению, эта комната не стала таким популярным местом. Там больше используется для хранения оборудования комната. Но часть оборудования для создания анимационных фильмов мы стали использовать во многих наших проектах. Мы постоянно думаем над совершенствованием различных наших комнат ими по использованию нашего оборудования. Итак, мы такое открытое теперь пространство создали. Мы не так много оборудования или инструментов там используем. Мы приглашаем художников. Они приносят свои инструменты, свои ресурсы. И у нас постоянно меняются различные возможности в этом открытом пространстве. И у нас есть основной такой слоган, такой девиз, что люди важнее вещей. Значит, для нас важнее всего люди. Не просто оборудование какое-то дорогостоящее. Конечно, нам нравятся makerspace, вот такие вот программы и с каким-то современным оборудованием. Но самое главное – это люди, которые приносят с собой свои инструменты, свои кисти, краски, свои навыки, свою любовь к людям. Здесь у нас мероприятие, целый месяц был посвящен рисованию. Мне очень нравятся дети, которые вот держат эти плакаты. Дети приходили, рисовали целый месяц. И это возможно делать в любой библиотеке, если у вас просто есть принтер, у вас есть какие-то заготовочки. Местные художники могут вам дать какие-то идеи. Например, первое, с одной стороны здесь написано «Нарисуй свое первое воспоминание», и с другой стороны написано «Нарисуй своего супергероя». Значит, вы можете сделать такие заготовки, дети приходят и рисуют. Вы задаете какой-то вопрос. Например, «Нарисуй робота». И видите, какие идеи. Вы можете давать это взрослому или ребенку. И люди, даже которые не считают, что они хорошо рисуют, они на пустом листе не будут рисовать, а вот на листочке, где задан уже какой-то вопрос и дана какая-то подсказка, удивительно, что происходит. Что еще мы поощряем в нашей библиотеке? Мейкер-спейс обычно занимает какое-то одно помещение, а мы хотим, чтобы атмосфера Мейкер-спейс разливалась по всей нашей библиотеке. Поэтому, например, вот видите, дети сделали шалаш из бумаги, другой художник из бумаги сделал такого аллигатора, которого поместили под лестницу. Инсталляция такая у нас на окне. Это прям, значит, вход в нашу библиотеку. То есть эти различные проекты, они у нас располагаются по всей библиотеке, они украшают пространство всей нашей библиотеки, а не просто какое-то одно помещение. И потом, когда кто-то подходит и говорит, а можно большую деревянную машину поставить посреди вашей библиотеки? Нужно спрашивать не зачем это поставить, а как. Знаете, как мы смогли установить эту машину прям в реальный размер? Наверное, вы догадываетесь по кусочкам. Итак, как это работает в общественной библиотеке? Вообще зачем это делать в общественной библиотеке? Общественная библиотека предоставляет общественный доступ к физическим ресурсам, таким как книгам, компьютерам, пространству. Также предоставляет цифровой доступ к электронным книгам интернету и электронным подпискам. А вот наша программа Бабблер предоставляет доступ к людям, к уникальным людям и ресурсам в нашем сообществе. То есть то, что обычно традиционно делают в библиотеке, мы немного расширили границы нашего мышления, что мы людей соединяем не только с информацией, но мы соединяем их с людьми, которые обладают необходимой для них информацией. Смотрите, мне нравится выражение лица этой женщины. Смотрите, с каким она воудушевлением и радостью обнаруживает, что она может взять. С таким выражением человек может обнаруживать какие-то истины в книгах, а также может обнаруживать в процессе творчества. И хотелось бы мою часть закончить таким девизом. Побольше веселья. Искусство – это здорово, это весело. Вверху фотография нашего охранника засунул голову в пасть аллигатору мистер Кастро. Это один из местных художников, который инсталляции выставлял в нашей библиотеке. А внизу, смотрите, странные, казалось бы, люди. Нет, это на самом деле маленькие фото людей. Вы увидите потом на следующих слайдах, что это значит. Пусть в вашей библиотеке будет весело. Если этот девиз вам не совсем подходит, может быть, девизом будет «соединять людей», чтобы люди по-новому смотрели на привычные вещи. Я передам теперь слово Карле, моей коллеге, и она продолжит нашу презентацию. Всем добрый вечер. Для меня тоже очень приятно быть с вами на этом вебинаре. В общественной библиотеках в Соединенных Штатах есть такая история нанимать известных людей, каких-то исполнителей, которые предоставляли возможности развлечений, выступлений в библиотеках, привлекали общественное внимание к библиотекам. Но наша модель Бабблер перенесла внимание на местных экспертов, местных творческих людей, которые могут прийти и поделиться своими талантами, своими навыками, своими ресурсами. И здесь уже не просто вы приходите смотреть на какого-то профессионала, который, например, жонглирует перед вами различными предметами, но вы приходите на мастер-класс по жонглированию, и вы активно вовлечены в процесс. В то же время, может быть, вам захочется прочитать какие-то книги по цирковому искусству или поискать что-то в интернете, и библиотека в этом во всем может вам помочь в развитии вашего какого-то навыка. В таком изменении парадигмы нашего мышления мы приняли концепцию, что значит резидентура. Резидентура в нашем понимании с людьми творчества. Это означает, когда художники, люди творчества в контексте, в местном начинают работать с людьми и создавать что-то, что именно понятно и важно для местных людей. Библиотека создает необходимую структуру, инфраструктуру для того, чтобы это стало возможным, чтобы возможно было экспериментировать, исследовать, допускать ошибки, искать решения. За последние 10 лет наша программа Webler поддержала 85 возможностей для художников, такую резидентуру для художников, которые некоторое время, по сути, были наняты нашей библиотекой для того, чтобы предоставлять свои услуги населению. Каким образом мы находим творческих людей и художников? Они подают заявки. Нам нужно было создать такие каналы для того, чтобы искать их. Вот некоторые из наших основных подходов к поиску творческих людей. Первое. Сами художники подают заявки. Обычно раз в год мы объявляем время подачи заявлений. Все имеют возможность подать заявку. Затем небольшое жюри отбирает самые лучшие заявки. Также иногда к нам обращаются художники, когда их посещает вдохновение. И не обязательно в период, когда мы объявляем принятие заявок. Мы, может быть, советуем им подать заявку, когда для этого будет сделано объявление. А если же у нас ограничены возможности, мы советуем им, например, со своими идеями обратиться в другую библиотеку. Также бывают идеи, поступают к нам от населения. Например, кто-то из населения обращается к нам с просьбой, что мы ищем человека, который может провести курсы по шитью для людей с ограниченными возможностями. Или, например, у нас есть школьники средних классов, которые хотят провести курсы по тому, как составлять подкасты для школьников средних классов, например. То есть идеи поступают от населения. Мы также ищем средства для того, чтобы оплачивать, конечно, художникам их работу. Кроме того, художники иногда добровольно свое время тратят с нами в разных мероприятиях или мероприятиях по охвату населения. Кроме того, художники, люди творческие, они друг друга знают, многие, и они рекомендуют нам друг друга. И сарафанное радио работает хорошо. Друг другу они тоже передают информацию о наших проектах. Когда к нам приходит какой-то человек, художник, творческий человек с какими-то уникальными навыками, мы помогаем им составить программу. Они делятся с нами их знаниями, навыками и взглядами. Мы составляем программы как внутрибиблиотечные, так и вне библиотечные. Значит, здесь у нас небольшой мастер-класс по составлению альбомов с воспоминаниями. Также мы проводим мероприятия за стенами нашей библиотек, чтобы доступ к этим мероприятиям предоставить отдаленным районам, которые не могут приехать в нашу библиотеку. Значит, наши творческие люди и художники работают с людьми разных возрастов, разного уровня навыков. И вот мы поддерживаем такую атмосферу именно, что любой человек с самых молодых до самых пожилых, неважно, какими уровнями навыков они обладают, чтобы они чувствовали себя свободно, чувствовали поддержку в их начинаниях. Также художники помогают нам в наших мероприятиях по охвату населения. И я, как сотрудник библиотеки, я очень рада всегда видеть щедрость наших творческих людей, когда они делятся своими навыками, своими умениями, своим мастерством. Для меня большая радость работать с этими людьми. И потом люди, знающие этих известных людей искусства, они удивляются, что такие люди делятся своими умениями библиотеки. Также есть у нас много людей, которые обладают особым, например, искусством, каким-то видом искусства, традиционным, для определенной этнической группы и так далее. И свои культурные знания хотят передать последующим поколениям. Это также может делаться в наших библиотеках, в наших программах. Также есть очень много людей, которые помогают нам, ассистируют во всех этих программах. Поэтому мы очень благодарны всем этим людям. они помогают в архивировании материала, в оформлении наших пространств и так далее. Также рост нашей программы и развития зависит от того, как мы слушаем людей в формальных консультациях, технических процессах. Как вот вы видите здесь некоторые наши совещания по планированию, по время, когда мы делимся своими идеями, получаем обратную связь от тех людей, которые работали в наших проектах. Итак, вдохну поглубже. Все это, конечно, удивительно, замечательно, хорошо. Все это красиво выглядит. Как же это все-таки реализовать в общественных библиотеках? Как заставить волшебство работать? Мы отодвинем немного занавес и поделимся своими секретами с вами. Значит, нам нужно создавать, придерживаться и, если по необходимости, менять какие-то системные подходы. Значит, наши системы развиваются со временем. Мы всегда себе напоминаем, что всегда есть место. Не обязательно сразу все делать. Первый элемент нашей системы – это входящая заявка. Это наши партнеры или посетители, они могут подавать заявки или вопросы по интересующим их вопросам или какие-то интересные идеи. Мы раз в неделю просматриваем эти заявки, предложения интересные. Но это очень влиятельный способ коммуникации. И это очень важно для нашей системы коммуникации с нашими партнерами и с нашими клиентами. Также у нас есть формы обратной связи по уже проведенным программам. То есть здесь и сотрудники, и люди искусства, которые отвечали за проведение какого-то мероприятия, они свой взгляд на проведенное мероприятие дают, и сами посетители. И также у нас существует система подачи заявлений со стороны художников и людей искусства. И мы отсматриваем, прослеживаем всегда, смотрим, что волнует, что интересует людей искусства, чтобы правильно найти для них правильное место, подходящее правильную программу. Конечно, системы хороши, они помогают нам для того, чтобы дать почву под ногами для наших творческих людей. Но главное, я думаю, самое важное, это слушать. Слушать людей искусства, которые предлагают свои идеи, также слушать своих партнеров, заинтересованные лица, и слушать наших посетителей, людей нашего общества. Поэтому мы видоизменяем и корректируем наши системы благодаря тому, что мы внимательно слушаем. Работая с людьми искусства, очень важно оплачивать их работу, поддерживать их. Мы верим, что нужно оплачивать справедливо их часы работы. Обязательно за их время мы их компенсируем. Очень часто людей искусства просят бесплатно что-то предоставить, свои услуги. Они любят библиотеку, они любят делиться своими навыками. Но мы хотим относиться к ним как к профессионалам и справедливо оплачивать их труд. И также мы оплачиваем все расходные материалы. Мы оплачиваем доставку этих материалов в нашу библиотеку или где бы ни проводилось мероприятие. Если художники, они должны в аренду брать какое-то уникальное оборудование, мы также компенсируем их расходы за это оборудование. Мы поддерживаем также их в маркетинге, в продвижении этих мастер-классов различных и курсов, которые проводят они в нашей библиотеке. И также мы предоставляем им помещение, пространство, мебель. И когда их работа с библиотекой завершается, мы даем им рекомендации, рекомендуем их для других библиотек, также для отделов Мейкерспейс. Откуда мы берем средства? Тренд немного об этом говорил. Да, мы финансируемся на данный момент из нескольких источников. И городское у нас есть финансирование города Мэдисон. Это значит наше государственное финансирование. Также у нас есть частное финансирование. Это спонсорские средства. Это люди, которые заинтересованы в развитии данных программ. Это и грантовые также программы. Спасибо библиотечной ассоциации нашей национальной, которая также помогает нам находить источники финансирования. Для того, чтобы получить эти источники финансирования, нам нужно поддерживать наши программы, публиковать все данные о наших программах. важно очень документировать, фотографировать, видео сохранять всех тех программ и интересных событий, которые происходят в Мейкерспейс, в Бабблер-программе. Поэтому это в центре нашей деятельности. И у нас хорошая сеть художников. Мы их голос, получается, усиливаем и поддерживаем идею возможности доступа к этим интересным людям искусства для всех. Это может выражаться в очень простых методах. Когда люди по соседству видят, как из кучи мусора вдруг возникает какая-то художественная инсталляция, например, и это всем видимо, всем заметно. Вот хотела также поделиться интересным примером. Я миллион примеров могла бы привести к прекрасным моментам работы художников в нашей библиотеке. Мария Амалия работала с нами больше года по изготовлению бумаги, различных текстур, тканей. Такой вот тон задала атмосферу только начавшейся нашей программе. И интересную инсталляцию сделали, которая была вдохновлена миграцией бабочек монархов через наш город, а также историей различных людей, которые приходили к нам. Она познакомила многих людей наших с новой техникой изготовления бумаги. Диана и Ноа, две девушки, помогали ей постоянно в библиотеке, были ее ассистентами. Это были ученики местной школы. Она была их учителем с самого детства. Их вовлекла и в этот проект тоже. Проекта Марии такой баланс создал, привлекая любого человека к участию в этом проекте. И в этом волшебство библиотеки – это доступность, бесплатность этих проектов. также была группа латино-женщин, которые более постоянных посетителей представляли. И интересно, она использовала свой проект по искусству, по миграции бабочек. Также она говорила с людьми об их миграции, жизненной миграции в стране. И эти женщины помогли ей вышивкой украсить. Также вот это полотно. Они могли не только заниматься искусством, а также сидеть, беседовать, делиться своими жизненными историями, соединяя свои текстуры в водяное полотно, добавляя туда вышивку, красивые узоры. И, наконец, как кульминация ее проекта с нами, вот ее конечный такой продукт, который был усилиями многих людей создан, включен в такую рамку на стену нашей библиотеки. Мария Амалия, ее видение, ее резидентуры в нашей библиотеке было настолько уникальным. Мы были рады поддержать ее и были очень благодарны за такую яркую личность. И теперь у нас такое напоминание ее проекта. Каждый раз люди удивляются, рассматривая это полотно. Оно выражает часы, долгие, многие часы работы, труда многих людей и выражает глубокое послание соединения людей в обществе, которые принимают друг друга, которые учатся понимать друг друга, с каких бы мест они ни эмигрировали в данную страну, они учатся интегрироваться в эту страну. Итак, вы уже слышали этот девиз, работая с людьми, предоставляем услуги. Это может быть сложным и даже может быть стрессом для нас, но мы часто напоминаем друг другу, что это здорово, это весело, это интересно. И мои коллеги об этом тоже вам напомнят. И вот Мейкерспейс позволяет нам добавлять эту нотку веселья. Добрый вечер. Мне тоже очень здорово встречаться сегодня с вами, продолжить эту историю. Я хотел бы продолжить говорить о том, как наша библиотека предоставляет ресурсы для того, чтобы поддерживать уязвимые слои нашего населения. Я сегодня поговорю с вами о подростках. Когда Мэдисон ремонтировал библиотеку, создавал новую библиотеку, и вот то событие, которое мы проводили в пустой библиотеке, которое называлось «Без книг» с участием художников, мы также получили небольшой грант от места для того, чтобы... анимационных таких станций, студий. И мы запустили клуб по анимации. Первый проект был в библиотеках для подростков. Значит, подростки приходили к нам после школы и учились создавать анимационные фильмы. После того, как мы использовали их, научились использовать их в стенах библиотеки, далее у нас просто посыпались просьбы с данным оборудованием приходить в школы, в школьные библиотеки. Мы проводили семинары по анимации. Здесь детям предоставлялась возможность рассказать свою историю с помощью анимационного фильма. Также мы использовали данное оборудование и в парках у нас было мероприятие, там, как передать свою историю с помощью анимации. И также даже в местном баре мы использовали... для взрослых уже, конечно, не для детей, использовали данные станции анимационные. Кроме того, затем у нас поступила просьба с этим семинаром, с этим курсом прийти в центр содержания несовершеннолетних, где несовершеннолетние ожидают сюда. в этих местах учителя, следователи, люди, которые работают там с подростками, мы их обучили. Да, на анимационные приборы. Здесь я хотел бы привести данные Висконсена, нашего штата. Они с такой статистики о том, что большое количество подростков подвергаются задержаниям и попадают под арест. И очень серьезный процент. Большая часть подростков это в основном это чернокожие подростки попадают в эти центры содержания несовершеннолетних гораздо чаще, также чем подростки другого цвета кожи. И это очень уязвимая часть населения, которое мы хотели бы повлиять на их будущее. Установив доверие и контакт через проект по созданию анимационных фильмов, мы стали в эти центры содержания несовершеннолетних мы стали привозить другие проекты. Здесь у нас другой человек искусства, который учит подростков создавать подкасты, создавать радиопередачи, рассказывать свою историю о том, какова их жизнь сейчас, когда они еще подростки и кем они видят себя через 10, 15, 20 лет. Также вот это вот оборудование, оно это студийное оборудование, мы можем записывать различные музыкальные дорожки и клипы с ними. Здесь, на этом слайде, также мы показываем, здесь, в этом центре содержания несовершеннолетних есть у них спортивный зал, значит, баскетбол и в спорт играть они не могли в течение дня, потому что офисы находились на первом этаже и мячами долбить не разрешали им, но в это время это помещение можно было использовать по-другому. Здесь учатся дети играть на тромбоне и эти подростки впервые вообще держат в руках какой-либо музыкальный инструмент, но здесь они участвуют в таком семинаре, учатся игре на тромбоне и учатся маршировать с тромбонами. А здесь мы также используем этот зал для инструкторов по капуэре, значит, это боевые искусства, не боевого характера на самом деле, а скорее как искусство. Капуэро и кикбоксинг мы преподавали также здесь детям, подросткам. Мы данных подростков в совершенно разные виды искусства хотели вовлечь и узнать, что они хотели бы делать. Конечно, кому-то был интересен тромбон, а кому-то более интересно было создавать, например, дизайн обуви. Один из подростков в этом центре содержания такой запрос нам дал, чтобы мы нашли такого художника, который был бы заинтересован научить их, чтобы мы предоставили также ресурсы, научить подростков дизайну обуви. И подростки, когда мы привезли такого художника, дети просто в слезах были от того, что мы услышали их запрос, и мы привезли вот такие белые кроссовки, которые, специальные краски, которые они могли использовать в дизайне, и нашли спонсоры, которым настолько понравились подобные идеи, которые пожертвовали деньги, чтобы мы раз в месяц могли в различные такие центры содержания несовершеннолетних могли привозить подобные проекты. Кроме запроса на дизайн обуви, здесь также, видите, был запрос один из подростков несовершеннолетних заключений, он просил встречи с художником, который делает росписи по стенам, и мы хотели ответить на этот запрос, и ответили, вот привезли художника, и теперь в этом центре содержания несовершеннолетних у них теперь они выбрали себе эмблему, и это в нескольких помещениях этого центра теперь росписи с их этим выбранным животным, и на футболках напечатали, также мы привозили швейные машины в центр для несовершеннолетних, научили их шить, росписи по стенам очень популярны, для подростков они хотят, чтобы их стены не были просто в однообразный цвет покрашены, здесь видите пример приюта для несовершеннолетних, один из наших первых проектов спустя уже пандемию, могли как раз это было, мы могли только на свежем воздухе какие-то проекты проводить, и мы решили изменить вот эти гаражные ворота, через эти ворота каждый день проезжают автомобили с этими подростками, и не хотели, чтобы их пространство было более интересно представлено. И мой последний пример, это пример программы, которые после школы ученики приходят и занимаются искусством. Здесь присутствовали у нас подростки, которые не в заключении, а которым назначено время общественных работ вместо общественных работ эти подростки проходят различные курсы. Они сначала обедают с нами вместе, вы видите, а потом занимаются искусством или музыкой, или театром. Мы строим отношения со студентами, с учениками. Мы для них как менторы. Мы вместе кушаем, мы вместе рассказываем истории, мы готовимся для них что-то сами, затем мы занимаемся каким-то искусством, вместе учимся жить. Результатом таких программ мы их большие фото, их большого размера, мы расположили, напечатали на фасаде нашего здания и посетители нашей библиотеки понимают, что подростки это место приветствует подростков, радуются подросткам, желанное место для подростков, это такое прямое послание для города, что мы провели даже выставку, это было такое кульминационное событие, мы сделали такую галерею Мейкерспейс, это уже другие подростки здесь также разместили свои предметы искусства, пригласили различных людей, профессионалов познакомить их со своей жизнью, что подростки это не просто те люди еще недозрелые взрослые, которые всегда попадают в беду, но что у них есть свои взгляды, свои мечты, свои таланты, вот это фото нашего события, различные взрослые приходили, знакомились с нашими подростками, и опять же это было интересно, весело, здорово, мы всячески поддерживали это, давали возможность подросткам петь, танцевать, играть, взаимодействовать, дружить, создавали для них такую семейную уютную атмосферу. И Ребекка сейчас поделится еще идеями нескольких проектов с нами. Я не слышно, ага, ага, вот, она включила микрофон. Меня зовут Ребекка, я работаю с молодежью в программе Баблер, работа с детьми, поэтому я кое-что, может быть, повторюсь о том, о чем говорили мои коллеги, как мы возможности искусства приносим теперь уже в жизни самых маленьких членов нашей библиотеки. в прошлом опять же библиотеки нанимали профессионалов, которые бы просто развлекали людей, выступали перед людьми, играли бы музыку или там фокусники или какие-то еще другие профессионалы, которые бы таким образом завлекали детей в библиотеки. А Баблер программа стала для нас той программой, которая изменила наше мышление о том, как вовлекать детей в работу библиотеки, что есть больше возможностей, есть более интереса для детей, когда дети могут делать что-то сами, когда могут трогать руками, когда могут ставить свои цели, когда могут исследовать, когда могут учиться тому, чему они действительно хотят учиться. Поэтому в этом пространстве они максимально эффективно обучаются, могут быть самим собой, они узнают себя, и они таким образом также вовлекаются в исследование и книжного фонда и материала нашей библиотеки. Развиваются их навыки критического мышления, понимания своей личности, формируется понимание. Это все в процессе игры, интереса. Поэтому мы уже многие годы работаем с нашими творческими людьми, которые создают такие открытые возможности для самых маленьких посетителей развития, игрового развития их навыков и создание атмосферы, которая бы привлекала их вновь посещать нашу библиотеку. Присутствуют в общественных школах, конечно, но мы начали сотрудничать с нашими учителями школ и другими образовательными партнерами для того, чтобы помогать общественным и государственным школам творческие проекты, которые невозможно включить в школьную программу. То есть библиотека это такое место, теперь мейкерспейс это такое место, где дети могут воплотить свои творческие идеи, за это их не будут ставить им оценки, за это их не будут оценивать и здесь они могут по-настоящему раскрыться. Поэтому несколько слайдов я вам покажу, каким образом мы создаем такие возможности для детей. Я выбрала проекты, которые недорогостоящие совершенно, не требуют какого-то современного оборудования. Например, первое, мы называем конструктор с помощью картона. Здесь мы предоставляем детям очень простые материалы. Картон, клейкая лента, какие-то цветная бумага, кнопки, старые карточки библиотечные, различные другие предметы, поролон, и мы детям предлагаем придумать, создать что-то, что-то, что не могли бы придумать взрослые. Вот мальчик улыбается, он очень гордится, он создал такой переносной домик, значит, для отпуска их семьи, они не могут позволить себе остановиться в гостинице, в дорогостоящей, и вот он сделал пример для своей семьи такого передвижного кемпера. Еще один проект интересный, который мы делали с детьми, это такая регата, здесь дети из переработанного материала, из пенопласта, они делают маленькие лодочки, и их в такие вот каналы пускают, значит, у нас есть такие места хранения, где мы храним все вот эти материалы, и мы каждое лето их достаем и вновь и вновь используем. Здесь детям очень нравится, они свои цели ставят, они сами создают сценарий, в которых они учатся создавать что-то, что будет на воде плыть, то есть здесь определенные условия, которые они должны сами также идуть на свои лодочки. Они потом соревнуются, у кого в этой регате победит кораблик. Это кажется очень простой проект, но это у детей развивает творческое мышление, дизайн, исправление ошибок, критическое мышление. Они вновь и вновь работают над своим проектом, пока у них не получится что-то, что держится на воде, что помогает им решать проблему. они могут просить помощи, они могут запрашивать какие-то ресурсы, материалы, которых они не видят непосредственно на столе. Но радость от исследования, радость от победы, когда наконец они создадут ту лодочку, которая держится на воде, это удивительно. Еще удивительная возможность для детей, это помогать им научиться рассказывать свою историю, чтобы они создавали историю и передавали кто они, что для них важно. Обычно дети младшего возраста, они очень стеснительные, им очень трудно рассказывать свою историю взрослому человеку, поэтому дети более готовы рассказывать какую-то историю о себе, когда у них есть какая-то кукла, например, бумажная кукла или ручная кукла, поэтому мы помогаем детям изготавливать такие куклы, которые потом эти куклы могут смело рассказывать что-то о себе. Это же и кукла рассказывает, а не ребенок, поэтому ребенок чувствует себя более спокойно и безопасно. И у нас есть такая небольшая студия, где мы можем записывать детей, когда они используют зеленый экран и планшет, и потом они могут любой фон сделать у своего мультика. Вот один из примеров художников, который значит, у него именно его направление искусства это создание таких вот лиц, кукол, и он помог нам создать этот проект. Здесь с простого картона помогает детям делать куклы, у которых двигается род. это еще раз пример художника, который помогает нам создать какой-то подход, приносит очень много радости для детей, и даже уже без его участия мы можем продолжать этот проект. Мы также учим детей создавать свои собственные истории, свои собственные книжки, которые они добавляют в нашу библиотеку. мы изготавливаем с детьми книжки простой сложенной бумаги. Они пишут простую свою историю, сами ее иллюстрируют и расставляют ее на полочке. Здесь дети оставляют свои короткие книжки, и люди, приходящие в библиотеку, могут читать их истории. Девочка, которая здесь фотография изображена, она со своей школы с экскурсией приходили в библиотеку, и она написала вот эту книжку небольшую, потом после обеда она привела уже в библиотеку своего папу, чтобы показать с гордостью ту книжку, которую она создала, и которая стояла на полке в этой библиотеке. Для нас голос каждого ребенка важен. Мы также используем и цифровые технологии, конечно, библиотеки, мы используем планшеты, анимационные станции, зеленый бэкграунд, фон, зеленый фон, на который потом можно поместить любой фон. И когда мы сочетаем цифровые технологии с непосредственным каким-то ремеслом или искусством, возникает совершенно новый продукт. цифровой цифровой элемент, он просто помогает нам документировать то, или записывать, снимать, делать фотографии того продукта, который создают дети. Мы создаем видеоанимацию, например, тех кукол, ребенок. То есть здесь какие-то конкретные навыки непосредственно соединяются с цифровыми навыками, которые пригодятся в будущем также этим детям и подросткам и в создании окончательного какого-то продукта. С чего же начать? Мы работаем с учителями, с представителями образования, которые тоже задают тот же вопрос. Нам очень нравится то, что вы делаете в библиотеках, мы хотим в своих школах то же самое делать. Как мы отвечаем на этот вопрос? Первое нужно начать с видения и с миссии. То есть какая будет цель создания вашего творческого пространства? Очень важно, чтобы у вас была ясная идея того, что важно для вас, что ценно для вас, кто ваша целевая аудитория. Прежде чем вы приступите к воплощению своих идей, определенные вопросы нужно себе задать. Первое, что мы спрашиваем, это что для вас важно? Каковы ваши ценности? Для нас важна радость, чтобы это было весело, чтобы это было радостно, легко, чтобы все посетители чувствовали себя свободно. Для нас это очень важно. Дальше мы спрашиваем, а какие у вас цели? Цели немножко отличаются от ценностей. Например, мы в библиотеке хотим, чтобы у людей было любого возраста и сословия была платформа, чтобы голос был услышан. Следующий вопрос, а на какие потребности ответит ваша программа? Не стоит создавать какую-то программу, которая не будет отвечать ни на какую потребность, какую нужду, или, может быть, уже эта нужда восполнена. Что уже, кто что делает в вашем сообществе? Нужен вопрос, а кто для вас когда началась программа Бабблер, началась у нас с Трента только, и художника, с кем он работал. Сейчас нас четверо. У нас тогда не было такого количества различных программ для разных целевых аудиторий. Мы начинали с одной какой-то целевой аудитории. То есть очень важно помнить, чтобы команде не добавлять программы, которые потом вы не сможете вести. То есть у нас есть теперь программы, которые нацелены на детей, на подростков, на взрослых и так далее, на старших, людей старшего возраста. Сейчас у нас достаточно большая команда. Если у вас маленькая команда, возможно, вам нужно выбрать какую-то узкую целевую аудиторию, не распыляться на всех. Дальше думайте о том, какие ресурсы существуют в вашем обществе. инфраструктуру. уже мои коллеги вам сказали, в нашем сообществе очень много творческих людей. Например, в нашем городе Мэдисоне, который участвует в наших программах, для нас очень важно было создать инфраструктуру, определенную инфраструктуру, для того, чтобы создать каналы, связи этих творческих людей с нашими посетителями. Поэтому следующий логический вопрос, это какая инфраструктура вам понадобится? Нужно ли вам пространство, комната, материалы, оборудование? Что вы хотите сделать в этом пространстве, в этом помещении? И как вы донесете информацию до населения? Итак, найти нужно свое место. Может быть, вы инвестируете в оборудование, в комнату, мы никто не знал, как пользоваться 3D-принтером. У нас до сих пор нет 3D-принтера в нашей библиотеке. Если вы знаете, как пользоваться 3D-принтером, пожалуйста, приобретайте. Но главное, чтобы кто-то умел это использовать, и чтобы это эффективное оборудование использовалось. А может быть, вы создадите просто открытое пространство, где будут меняться различные ресурсы, материалы, которые будут не такие дорогостоящие. Смотрите, на этой фотографии папы помогают своим детям создавать шляпы, смешные уборы. Здесь создано пространство, где родители могут провести эффективное время со своими детьми. Может быть, вы что-то неожиданное будете проводить в вашей мейтерспейсе. Здесь повар приходил и учил детей готовить кушать здоровую еду. Одна из наших партнеров, она шеф-повар, вот она такие программы проводит для детей. Или, может быть, библиотека будет платформой для выражения мнений, голосов и так далее. У нас есть место, пространство, чтобы различные группы приходили и использовали наше пространство. Вот эта фотография, мы эту программу не сами проводили, здесь наш партнер, организация проводила программу по поэзии, поэзии именно темной кожи. Также вы можете вложиться в какие-то оборудования, здесь у нас виртуальная реальность, мы снимаем с зеленым полотном различные видео, потом меняем фон и делаем интересные видео. Главное это возможность создавать что-то и вступать в общение, во взаимосвязь с вашими посетителями, вы открываете новые двери для людей, которые бы никогда, может быть, не перешагнули порог в библиотеке. Поэтому если у вас есть такое место в вашей библиотеке, где вы можете проводить подобные мероприятия или какие-то инсталляции, вот такой один из наших художников создал такой летающий аппарат, питательный аппарат, а может быть, у вас только коридор есть свободный в библиотеке и не другого пространства, но все равно даже использовать коридор можно. Вот здесь, например, у нас коробки с материалом, которые мы можем использовать вне стен библиотеки, и мы можем эти материалы взять в школу, в школьную библиотеку, куда-то в городской какой-то центр. Даже если у них нет определенной комнаты makerspace, мы все равно можем использовать наши идеи, наши материалы для создания каких-то проектов. а также вы, может быть, можете выступать в качестве эксперта и использовать то, что вы знаете. Если у вас в библиотеке уже существует makerspace, вы можете поделиться этим знанием, этим умением уже с остальными библиотеками и своим опытом использования вашего места makerspace, вы можете увеличить тем самым вашу аудиторию, научив других использовать их помещения, использовать их пространство. Здесь в школах Хендерсон школа мы их поддерживаем, мы обучили учителей для того, чтобы они определили свое видение, миссию и цели. Мы обучили их, как использовать различные возможности проекты, как наладить связь с местными творческими людьми и теперь независимо проекты с детьми. Мой любимый, это вот внизу здесь проект, дети сделали бинокли, у них гнезда на деревьях вокруг школы и все они хотели сделать бинокли, чтобы наблюдать за птенцами в этих гнездах и не тревожить эти гнезда. И я хотела бы закончить мою презентацию вот этими вопросами, которые я вам задавала, потому что я верю, что это очень важные вопросы, потому что именно с этого начинается создание видения для такого пространства и места библиотеки для творчества. Я думаю, мы сейчас перейдем к вопросам. Я ничего не упустила? Мои коллеги меня не добавят, если что. Замечательно. Все правильно, все верно. Мы готовы услышать, наверное, вопросы. Большое спасибо. Была очень интересная презентация, действительно. Для меня лично она была очень интересна. Я очень много нового почерпнула. И также наши участники написали в чате, что они очень благодарны нашим спикерам, нашим экспертам, что поделились такими интересными примерами для нас с нами. Мы ждем вам успеха в ваших проектах. Очень интересная презентация была. Огромная работа ведется во всех направлениях для расширения сферы услуг The White Water. очень интересный и познавательный вебинар. Это все для нас очень важно действительно. Иногда нам кажется, что нам нужно дорогостоящее оборудование, чтобы сразу начать с больших проектов, но мы можем начинать с малого действительно. И есть вопросы у нас в чате, если я правильно поняла. Большинство наших коллег, особенно в регионах, в сельских местностях, думали, что библиотеки существуют только для книг, для чтения книг, и цель библиотеки это предоставлять доступ к книгам. А вы сейчас показали нам взгляд на библиотеку совершенно с другого ракурса. вопросы. Вот есть ли у вас такие уголки для детей? есть ли у вас кроме библиотек такие центры? Да, в Мэдисоне у нас есть организация, которая называется после центра обучения детей после школы, как бы дополнительного обучения. Дети после школы могут идти в такие центры или летом, когда их родители на работе, они могут прийти в такой центр, как продленка. И мы с нашими проектами также сотрудничаем с этими центрами и помогаем им также такие проекты по созданию каких-то интересных проектов по творчеству. Мы также проводим для них тренинги для сотрудников. Обычно в этих центрах работают просто подростки постарше, у них нет много опыта, может быть, нет таких навыков в проводении таких проектов. Мы проводим несколько проектов вместе, приносим прям коробки с нашими материалами к ним, учим их этому, подключаем местных художников. Мы хотим, чтобы эти возможности распространялись. И мы слушаем их запросы, например, они хотят научиться делать подкасты или видеоклипы, или научиться рассказывать свои истории. Ищем людей, которые могут им в этом помочь. Я бы также добавила в нашем городе еще есть также компании и организации, которые являются как бы центрами искусств. Там проводят курсы именно по рисованию для детей, для семей, но самая большая разница, что в основном эти все курсы платные. То есть здесь для участия нужно оплачивать. И ты можешь какие-то курсы по рисованию или другим видам искусства пройти. А в библиотеке это все бесплатно для всех участников. и не обязательно это прям в библиотеке должно происходить, но мы также проводим проекты вне стен библиотек, и в школах, и в парках. Я бы также добавил, что мне понравилось ваш комментарий, да, что наше мышление традиционно формировалось тем, что библиотека это место, где хранятся книги. Но за последние 10 лет мышление о библиотеках поменялось в нашей стране, библиотека это история человека. Да, есть люди, которые не понимают, почему искусство именно библиотеки или какие-то рисования библиотеки. но через искусство люди выражают себя, выражают свою историю, и библиотека помогает передать эту историю, помогать услышать голос каждого человека, который может выражаться в искусстве. Спасибо большое. Трэнд, Карли, Джесси, Ребекка. Да, мы своим коллегам тоже говорим о том, что библиотеки должны меняться. Время сейчас другое, уже новое время. Нам нужно развивать свои творческие навыки. И библиотека должна быть местом для коммуникации, для творчества. еще один вопрос. Что вдохновляет вас на создание таких интересных программ? Как вы формируете команду единомышленников? И в чем секрет командного духа, на ваш взгляд? это большой вопрос. Я думаю, вы отголоски ответа услышали в нашей презентации. Поддерживать атмосферу радости, веселья, напоминать себе, что да, жизнь серьезная, конечно, и в библиотеке много серьезных мероприятий, конечно, проходит обсуждение важных вопросов, но всем нужен шанс выразить себя в такой легкой форме, расслабиться, хорошо провести время, экспериментировать. поэтому да, когда мы в стрессе, когда мы заняты серьезной работой, но время от времени нам нужно напоминать друг другу и нашим участникам, что не всегда нужно оставаться серьезным, нам нужно расслабиться, нам нужно творить вместе, дружить вместе, и это скрепляет нас, и это поддерживает наш дух. и формирует команду единомышленников, мы, знаете, относимся друг к другу как к семье, мы вместе работаем, мы также проводим вместе время различными вечеринками, поддерживаем друг друга событиями, мы спрашиваем наших художников, как бы им хотелось проводить время, или какие интересные у них идеи, я сам художник, у меня есть идеи, но вот очень интересные идеи возникают у художников, мы просто спрашиваем, если можно было делать все, что угодно в библиотеке, а что бы вы сделали, поэтому слушать друг друга очень важно, это тоже вдохновляет нас на создание новых интересных идей и программ. я бы добавил, да, что учиться интересно и весело, когда я сам учился в школе, я не получал от этого большого удовольствия, но вдохновение пришло, когда во время экскурсий, которые мы школьниками совершали, когда школьники приходят на экскурсию и дети не думают, что это продолжается урок, когда им показывают, как делать мультик, например, но именно в этом атмосфере происходит настоящее обучение и вот там и загорается искра настоящего интереса. Спасибо. Еще один вопрос. Как продолжение предваритель предыдущего вопроса. Бывают ли у вас случаи творческого выгорания и как вы с этим справляетесь? Один из больших вещей мы очень энергия вот такая приходит именно от людей искусства. Мы создаем для них инфраструктуру. Все идеи не от нас исходят, а именно от творческих людей, которых мы приглашаем работать с нами. И мы сами даже не знаем, что у нас будет дальше через 6 месяцев. И хотя может быть наша энергия снижается, но когда мы начинаем работать с кем-то, у которых вот идеи какие-то горят, когда есть дети, которые заинтересованы в этих идеях, то трудно не загореться этой идеей. И конечно бывают моменты выгорания. У всех бывает. Потому что у нас у всех есть свои обязанности и домашние обязанности, семейные бывают какие-то потребности. мы поддерживаем друг друга. И трудно говорить нет. Когда мы начинали наш проект, мы на все говорили да, на любую идею. В этом процессе мы учились тому, что работает, что нет. Мы разработали определенные системы, и поэтому мы учимся тому теперь как говорить нет. и пытаемся приоритеты выставлять и делать лучшим образом то, что мы выбираем делать. Потом мы над этим работаем. Мы все люди такие горящие нашими идеями. Мы хотим делать то, что действительно оказывает влияние, имеет смысл для нашего сообщества, чтобы это было не напрасно потерянное время. Ну, над всем этим нужно продолжать работать. Я бы еще добавила, что нам помогает говорить нет. Например, это когда есть приоритеты служения тем групп, у которых меньше всего, например, возможностей. То есть дети, у которых есть средства проходить уроки по рисованию, например, или по искусству, есть много школ для рисования платных. Поэтому мы пытаемся служить тем группам детей и людей, у которых меньше возможностей, меньше средств, чтобы научиться искусству. И поэтому чему-то говорим нет, и приоритет ставим в чем-то основном для нас. Да, это отличный комментарий. Я что-то пример приведу, который мы замечаем друг в друге, когда кто-то мы видим, что кто-то устал, важно стать из-за компьютера, не проверять почту, но, например, пойти поучаствовать в каком-то арт-проекте самому, пообщаться с кем-то, взять 10-минутный перерыв и провести время с детьми, которые пришли в библиотеку, например. сразу уровень стресса может снизиться, да, это помогает нам перезарядить наши батарейки, поэтому мы в этом друг другу помогаем, чтобы другу дать такую возможность передышки. Спасибо большое, замечательно. Да, нужно выйти из-за компьютера, и когда творчеством займешься, сразу легче становится. Следующий вопрос. Как местная узнает о ваших программах, как вы информируете их о программах Бабблер? Вы рекламируете это как-то, или что вы делаете? Да, все наши общественные программы в нашей библиотеке находятся в нашем календаре, значит, и это на нашем сайте, прямо в нашем календаре все эти курсы, события, мероприятия, мастер-классы, для кого, для какой аудитории, все это прописано. Определенные мероприятия мы проводим для каких-то целевых аудиторий, и мы, может быть, не рекламируем их широко, но когда мы уже по проведению, по результатам проведения мероприятия, мы, конечно, очень хорошо освещаем эти мероприятия. И также сами художники, люди искусства, они тоже хорошо мероприятия эти доносят до сообщества, когда они планируют какие-то свои мероприятия, они сами в своих соцсетях публикуют эту информацию. Также у известных каких-то художников, у них уже есть какие-то подписчики, которые тут же узнают мероприятие, которое будет проводить тот или иной художник, поэтому мы за это очень благодарны, поэтому мы используем существующие каналы распространения информации в соцсетях, и таким образом мы распространяем информацию насколько это возможно. у нас прекрасный сайт у своей вот именно программы Бабблера у нас отдельные даже сайты это тоже и также просто сарафанное радио, люди друг другу рассказывают о программах. У нас есть также такие вот шапочки и футболки и теперь логотип уже наш достаточно узнаваем нашим сообществом. Когда мы только открылись, мы задавали такой вопрос, как люди узнают про нас и опять же люди, которым нравится приходить к нам, они сами говорят о нас. Мы также не только приглашали к себе, мы сами шли в школы, на выставки, участвовали в разных мероприятиях вне стен нашей библиотеки, строили доверие. Ну библиотека это такое место, как люди доверяют. И информация распространяется уже среди населения. Спасибо большое. Еще один вопрос о финансах. У вас есть ли спонсоры? У вас целая сеть, получается, ваша программа, у вас есть центральный офис библиотеки и еще восьми других библиотеках. если возникают уже центры библиотеки в других библиотеках, программа уже в этих местах, они финансируются. Вы говорили, что вы приглашаете художников и вы этим профессионалам оплачиваете, компенсируете. Можно сказать, какие фонды используются для оплаты. Обычно бюджет очень ограниченный в библиотеках. Я могу немного рассказать. в Соединенных Штатах в системе общественных библиотек. Это некоммерческие организации, которые не платят определенные налоги. То есть их основная цель это есть определенные фонды, которые именно связаны с нашими с нашей ассоциацией библиотечной и их задача сбор средств, поиск средств для поддержки библиотек. Они уже говорят со спонсорами, с грантодателями от нашего лица и они помогают нам также в понимании того, как нам опубликовать или освещать нашу деятельность, чтобы им было легче потом убеждать различные фонды и грантодатели в выделении средств. То есть кроме этого у нас еще есть финансирование за счет городского управления, как городской бюджет выделяют средства для библиотек. То есть город с с с городских библиотек. То есть не только программу Бабблер, а вообще библиотечный бюджет полностью. А уже из этого бюджета выделяются средства для наших конкретных программ и нам приходится конечно убеждать в необходимости именно этих программ. И эти средства распределяются между всеми девятью библиотеками города Мэдисон. И мы максимально справедливо равномерно распределяем эти средства. У нас библиотеки в разных местах города находятся. есть библиотеки в более таких местах, где более зажиточные люди и люди приходящие в эти библиотеки могут сами стать спонсорами. А есть библиотеки, которые в более бедных районах города находятся. поэтому мы распределяем правильно грантовые средства и городской бюджет для библиотек, чтобы доставалось библиотекам, у которых нет местной поддержки со стороны населения. Могут быть и частные спонсоры библиотек. То есть есть разные источники финансирования. Это такой пазл, который складывается из разных кусочков. Каждый год у нас может быть разная сумма бюджета. Но у нас очень гибкая программа. Мы можем ее расширять, можем сужать. При наличии меньших средств мы можем сузить. Если у нас больше средств, мы можем развернуть еще шире, пригласить еще больше людей искусств, проводить больше программ. а также традиционно именно из городского бюджета библиотекам выделяются средства, которые будут направлены на поддержание разных программ. то есть для взрослых библиотек, детских библиотек есть определенная часть бюджета, которая на программы выделяется. И мы поменяли мышление в нашей городской библиотеках для того, чтобы большую часть этих программных средств использовать именно для найма вот этих людей искусства, чтобы проводить такие хорошие, интересные, качественные программы. Например, у меня 15 коллег в библиотеках наших городских всего по работе именно с малотежью, и я помогаю моим коллегам находить именно художников, людей искусства для того, чтобы они могли уже помогать на проведении этих программ. То есть мы переключились с того, чтобы просто платить людям, чтобы они выступали в нашей библиотеках или мастер-класс, где каждый мастерит что-то одинаковое, а нет. А сейчас мы более к творческому подходу подошли. чтобы уникальные разнообразные возможности предоставить разным нашим партнерам, как художникам, так и нашим посетителям. Много времени уходит на то, чтобы построить эти контакты. И есть у нас программы, которые прям конкретными спонсорами поддерживаются. есть у нас, например, спонсор последние пять лет каждый год дают 20 тысяч долларов. Это компания определенная, которые верят в работу, которую проводит Джесси. И еще один вопрос, который мы не знали ответ, когда мы только начинали, у нас не было еще средств. но это не отговорка, ни причин, ни повод не делать, когда нет средств. У вас есть помещение, у вас есть пространство, у вас есть элементарное оборудование, чтобы печатать просто материалы. Будьте честны с художниками, с людьми творчества, каких профессий, можно начнете с ними сначала. Вы можете говорить им просто, вот у нас сейчас нет пока денег предложить вам компенсацию, но может быть, у нас есть что-то, что мы можем вам предложить, может быть, вы выставку у нас проведете, повысится осведомленность о вашей деятельности, о вашем искусстве, или помогите нам спланировать какой-то проект, сможем применить и воплотить в жизнь, если вы там час с нами проведете, но что мы можем продолжать этот проект даже без вас. Вы вот увидели фотографии всех интересных проектов, которые мы проводили, и мы начинали некоторые проекты без копейки и не знали, откуда появятся деньги. Спасибо большое. И последний вопрос. Организуете ли вы масштабные мероприятия за пределами библиотек для широкой аудитории жителей, чтобы не в стена библиотеки за пределами? Да, конечно. У нас даже большинство мероприятий проводятся за стенами библиотек. У нас очень масштабные, очень крупные мероприятия. Как я говорил, что однодневное мероприятие, когда ремонтировалась библиотека, называлась «Без книг», «Библиотека без книг». И очень много также мероприятий вне стен библиотеки. Во время пандемии у нас мышление также города изменилось, и очень много мероприятий стало проводиться в парках на свежем воздухе, там, где люди могут на свежем воздухе вместе находиться. Теперь у нас очень много, особенно летом мероприятий в парках, и это управлением парков проводится и сотрудничество с библиотеками. И этим летом мы также будем проводить то же самое, привлекать людей искусства к этим проектам, опять же. потом очень важно иметь цепральные контакты, строить связи, чтобы выходить за стены библиотеки и предлагать нашему сообществу то, что им интересно, что им нужно. И мы начинали мечтать об этих масштабных мероприятиях с нами. И мы также поняли, что мы, например, присоединяемся к каким-то уже запланированным городским мероприятиям, обязательно свое мероприятие придумываем. Если кто-то там организовывает какое-то свое мероприятие небольшое и уже логистику продумали и у них это мероприятие будет с нами или без нас, в любом случае, еще легче присоединиться к ним. Мы можем поддержать их ведение и пригласить правильных людей интересных и поддержать их мероприятие. То есть можно всегда проводить свои собственные только мероприятия, но мы увидели, что настоящие хорошие связи возникают, когда мы откликаемся, сотрудничаем, делаем вместе что-то, когда мы не в центре внимания, может быть, а помогаем. Также очень много экскурсий школьников проходит в библиотеку, и мы в этих рамках, в этих экскурсий проводим разные проекты интересные. Сдели ученики из местного приюта для несовершеннолетних, у них экскурсия в один из колледжей происходит, и знакомство с различными профессиями там будет у них. Кроме тех профессий, которые будут представлены в этом техническом колледже, мы также одну из комнат по гончарному искусству тоже представим там для этих подростков. Спасибо большое, Джесси. Это Джесси. Спасибо большое за ответы. Есть один вопрос специально для Джесси. Вы говорили о детях, которых в конфликте с законом. Вы много работы проводите с местами, где дети такие, подростки находятся в заключении, несовершеннолетние. У нас библиотеки не имели такого опыта еще библиотекари. Видите ли вы какой-то позитивный результат, положительный эффект на этих детях? Конечно, это очень трудная работа, но как вы справлялись с трудностями, которые возникают в работе с такими подростками? Ага, с Ребеккой попрощаемся, ей уже нужна тяга. Ей уже пора тянуться. это и легко, эмоционально это, конечно, истощает такая работа с такими подростками, но с другой стороны, это также дает вдохновение, когда работаешь с такими ребятами, как бы такого содержания, которые под охраной, они очень скучные стены, и они даже всегда радуются, когда мы приходим к ним, они всегда знают, что это принесет какую-то краску, это принесет какой-то раскрасит их будни в этих стенах серых, всегда мы принесем какую-то позитивную энергию, им они радуются, видя наш логотип, даже они не знают, с каким мы проектом пройдем, но всегда радуются. шок шок наверное для тех людей, которых мы туда приглашаем, которые проводят эти мастер-классы, для них шок бывает от именно атмосферы таких заведений, потому что там нелегко, конечно, работать, но мы хотим как можно больше людей привлекать к этой работе, и чтобы разные идеи использовались для того, чтобы познакомить этих подростков, детей с людьми разных профессий, разного толка. Если многие годы вы подвергались жестокому или выросли в учебнике, нужны теперь годы, чтобы у вас были примеры новых отношений со взрослыми людьми, чтобы восстановить это доверие, я хотела бы добавить, перевести, мы об этих детях не думаем как о проблемных подростках, это обычные подростки с наших дворов и они тоже заслуживают доступа в библиотеке, к искусству и находясь в этих местах заключения и в определенных жизненных обстоятельствах они не имеют такого доступа, поэтому мы приносим библиотеку в их эти стены и поэтому мы видим их как наших посетителей, смотрим на них как на учеников, и Джесси хорошо готовит нас к посещению таких мест и для некоторых может быть художников бывает, может быть это сложнее, поэтому нужно еще и правильно подобрать людей, которых мы туда приглашаем, чтобы это было не просто какое-то единоразовое мероприятие, для того, чтобы это что-то было регулярное, чтобы можно было построить отношения, потому что для таких тоже детей очень важно строить отношения и для сотрудников этих заведений учебных и закрытых этих учреждений тоже очень важно строить отношения с нами. Спасибо. Действительно очень сложный вопрос для нас, что у нас такого опыта нет, поэтому для нас это было очень интересно узнать. Я думаю, мы задали все наши вопросы, Ребекка уже с нами попрощалась, и потом я хотелось бы поблагодарить вот ваш опыт для нас очень ценен. Вы уже 10 лет работаете в этой сфере. Вы теперь уже видите результаты своей работы, плод своей деятельности, и уже теперь все сообщество посещает ваши библиотеки, и маленькие дети, и ученики, и взрослые, и учителя, мы видим, что ваша работа очень комплексная, вы хороших достигли результатов, поэтому для нас это вселяет большое вдохновение в нас, надеемся, что ваша работа плодотворная продолжится, что у вас будет еще больше успеха, желаю вам большого успеха во всех ваших будущих проектах. очень приятно поделиться своим опытом, и надеюсь, что вы для себя какие-то идеи почерпнули, и для вас это было полезно. Спасибо. Очень нравится общаться. Если вы начнете свои программы похожие, то нам будет очень приятно узнать о вашем опыте, или у вас есть какие-то вопросы, у вас есть наши контакты, нужна будет консульция, как начать, поэтому мы можем, если нужно, ответить на ваши вопросы, с чего начать. Нам нравится связывать, помогать, консультировать. Еще раз большое спасибо. Хотела бы поблагодарить всех спикеров и участников вебинара. Хочу поблагодарить вас. за такую ценную презентацию. Мы просто насладились благодарность отдельной Американской Библиотечной Ассоциации, лично руководителю отдела международных отношений Майклу Доулингу за поддержку нашего проекта. Майкл, Майкл, вы помогли нам организовать уже семь крупных вебинаров с очень актуальной тематикой. Вы привлекали к проекту таких профессионалов, спикеров высшего класса, и каждый из них имеет очень большие достижения в своей работе. Спикеры такого уровня безусловно приносят успех и нашему проекту, поэтому вам, Майкл, я тоже хотела бы выразить большую благодарность. Хочу поблагодарить также отчиков за помощь. Спасибо большое, коллеги. Мы вам пришлем ссылку на запись этого вебинара, а следующий вебинар у нас будет проходить 30 мая. Еще раз спасибо Тренд, Карли, Джесси, Ребекка. Желаем вам успеха в ваших проектах. Спасибо большое. Хорошо.